Привет, мы на канале Ярик Водила, и сегодня у нас Тесла. Мы начинаем обзор, чай кофе, навариваем. Мне не понравится, я сразу говорю, как минимум вот из-за этого, я в номер сел какой-то, что-то. Руль вот этот игрушечный. Ну, руль некрасивый, но кожа приятная очень. Вот это кусочек алькантара, это единственная роскошь в этой машине. Кожа, я не знаю, что тебе нравится в этой приятной коже. Ну, это такой педант должен ездить на этом белом салоне тебе, ну, это явно не для тебя машина. Ребята, посмотрите, как моим ногами идет этот белый салон. Вау! Очень красиво. Мы сейчас в Тесле. Ну, и начинается наш обзор. Мне так грустно, что вот все так фанатеют от этой машины, и со временем двигатели внутреннего сгорания вообще уйдут с рынка. Это так грустно, это же целая эпоха. Ну, ладно. Это мчеть! Мчеть, это офигенно просто! Я тебе отвечаю, это лучшее! Ты как на ракете! А ты мне дашь ворокатиться? Да. Ты вот резко едешь... Классно! Мне очень нравится! Посмотрите на это счастливое лицо! Загорелое! Которое идет этот безумно красивый салон! Мне очень нравится! Мне очень нравится! Так, фигня какая-то! Я просто вчера пришла, обосрала Теслу, как всегда с ног до головы! Но тут мне нравится этот Тесла этим салоном. Там панорама! Господи! О май гад! О май гад! Что за космолет? Она летит, как ракета! Как этот, знаешь? Лень, как прижимает! Ну, типа, ты это не контролируешь! В этом мой прикол! Я не чувствую вот этой безопасности, потому что, когда машина ревет, ты знаешь, ну, типа, ты чувствуешь, что происходит процесс. Переключение передач, первая, вторая, третья, понимаешь? Вау! Здесь ты просто нажал, и типа, я думаю, что какой-то вот там, вот если бы я лет 6 назад за нее сел, я бы разложился на первом повороте, мне кажется. А мне кажется, так комфортно! Вот смотри, ты когда садишься, первый раз, вот самый первый раз, да, ты садишься там в новую машину. Ну вот, мы приходим в автосалон, да, ты садишься там в Мерседес! В МВ! Есть у тебя какое-то, вау, есть у тебя какое-то вот чувство, знаешь, такого, как, небольшого некомфорта, так, страха, это новая машина, ну, там, первые пару минут. Или ты садишься вообще с легкостью? Да нет, нет, ничего. А, у меня есть... Полетели мы! Поверь же, пищать, потому что... Никто не уступает, мне на 45 раздевает. Посмотри, Шкода, ульпака! Мне так нравится, это просто вау! Это вау, это, блин, чич! Можешь знать, сколько... Вот, смотри, уже 140, чем-то, 150, 150 ехали. А комфортно, как комфортно! Давай в правый ряд, бегом, полетели! Да не пищи, ты успокойся, малышка, что в порядке. Просто, разрушительный, счастливый обзор. Мне кажется, это будет не обзор, а мини-влог. Класс! А ты знаешь, что... Что 20 человек погибло, как минимум, из-за Теслы. Из-за того, что... Короче, как-то отозвали очень много машин в 19-м году. Или, ну, может, раньше, я не помню точно. Короче, Тесла заключила контракт с подушками ТАКОТА, с подушками безопасности. И был прикол в том, что они выстреливали, то, с металлическими этими... Ну, короче, они неправильно выстреливали. Выстреливали без ДТП, просто по ошибке датчика. И 20 человек из-за этого погибло вообще. И после этого компания ТАКОТА обанкотилась, кстати. Ну, они поменяли подушку? Ну, конечно, они... Ну, а в чем проблема? Ну, и что? Ну, люди умирают. Не только из-за Теслы, из-за BMW тоже, в Porsche тоже умирают люди. BMW, этот, раскладываются не из-за скорости, а из-за резкого торможения, понимаешь, когда что-то происходит. А тут просто у тебя подушка. Не понимаешь, что... Не матюкайся, Ярослав! Короче, в моем окружении ни у кого нет Теслы. Возможно, это потому, что у нас нет денег. Либо потому, что у нас есть вкус. А у меня будет Тесла. У меня будет, значит, BMW 2-я, я уже решила, и Тесла. Только я хочу вот эту вот, С. Помнишь, как это Тесла называется? Ну, S. Model S. Model S. У меня будет чисто белый салон, вот такой, как здесь. У тебя футболка на второй день пачкается. Какой у тебя белый салон? Когда у меня будет Тесла... Что ты, как-то по-другому будешь пачкаться? Нет, я не буду по-другому пачкаться. Просто у меня будут люди, которые будут ее химчистить. You know? You understand? Мальчик, тебе так идет, ты такой красавчик. Просто, Ярослав. Вау. Вообще никакие эмоции, классно. Давай, прямо влево, ой, точнее, вправо. Пошел нахрен. Не сигналь, быстренько влево. Тру-ру-ру, полетели. Это офигенно. Мне так комфортно. Хоть можешь 200 нестись. Мне вообще просто комфортно. Вообще ни чуточки не страшно. Даже ладошки не потеют. Это кайф. Что, с чего я тут дурею? Оп. Заходим. Игру. Майнкрафт, пожалуйста. Если тут еще будут The Sims, я отсюда не выхожу. Наверное, можем установить? Не, нельзя. В этом, кстати, это большой минус. Я не знаю, почему. Ну, я вот в эти гонки вчера играла классно. Нет, у меня был плей, я не был стора. И, я думаю, очень большие бабки на этом теряются. Типа, вот сейчас Apple выпустит свою машину электрическую. И игры все будут там. Хотя Илон мог бы позаботиться и сделать игры здесь. Посмотри, камерка какая. Оп, включил. Ирислав, ну ты такой красавчик. Вау. Не мужчина, а сказка. Почему я не люблю, короче, эти машины? Это как, почему я не регистрируюсь на госуслугах и людей. Вот эта вот диджитализация, полная слежка, так же, как и с Тесла. Машина подключена к серверу, к серверу Тесла. В каждую божью секунду все знают, где ты. Ну, машина это мой храм. Я только я должен знать, куда я на ней еду. Типа, если я не включил навигатор. Значит, не надо куда-то уехать. Полная слежка за машиной. Все, все знают, где ты, что ты. Все записи с камер. Все это дублируется на сервер. Типа, это хорошо, если сервер защищен. А если ты, ну, сидят такие лохи, как на госуслугах, и аккаунты продаются по 40 рублей, а потом, пойми, что с твоими данными можно сделать, ну, это ненормально, типа, ну, это машина, это как... Послушай, мальчик, у меня вопрос. Кому ты нужен? Чтоб кто-то знал, где ты едешь. Это моя бандитская душа, говорит. Какая бандитская душа? Я не хочу, чтобы давно кто-то следил. Да кто следит? Не нагоняйся жути, я тебя умоляю. Нет, ну, так никто сейчас не следует. Чего вот что-то там, не дай бог, случится? Вот надо тебя найти, ты на этой Тесле, ты заходишь. А вот, Париса, вот у меня Тесла, я, например, живу в Америке, уехала, меня какой-то маньяк избил, украл, и ты меня легко нашел. Ну, машину я твою нашел, а тебя как, Надь, вот того, маньяк, я шел в Тесле? А я в ней буду в багажнике лежать. Здесь нельзя... Вау, как кондиционер дует, не выключай, я тебя прошу, вау, просто... Вот он отсюда. Вау, блин! Здесь нельзя закрыть дефлектор, не один, они дуют все эти. Это замечательно, мой бы папа сейчас просто бы это так отсыдил. Нет, ну, слышишь, бывает, ну, надуло тебе в ухо, уж ты больше дуло с другой стороны. Ну, как не дует, это фигурно. Какой кайф, сейчас я вам покажу, где дует. Вот отсюда... Офигенно, да, блин, как же классно! Сдуреть можно, мне очень нравится! Вот отсюда, все, я хочу Теслу! Нет, здесь прям охладило за секунду, я тебе отвечаю, потому что здесь вот это все, сейчас дует холодный воздух. Во-первых, ни одна из заявленных машин не проехала заявленный километраж. Ну, погрешность на 18%, хоть Model S, хоть Model Y, хоть Model 3, ни одна машина не проехала заявленный километраж. Во-вторых, вот этот геморг... Выключить. Выключить? Звук будет плохой. Во-вторых, вот этот геморг с этой батарейкой, как вот... Ну, вот кто меня поймет, сейчас, знаете, вот ощущение, когда ты обычную машину, ты ее обслужил, заправил полный бак, залил все жижи и собираешься в какое-то путешествие ехать рано утром, вставать за полный багажник, у тебя вещей, ты знаешь, поедешь, потом наставишься. На заправочке остановишься, заправишь еще один полный бак и съешь хот-дог. Здесь какое-то вот это ощущение, что, ну, вот я не поехал бы в жизни на ней куда-то там дальше там 100 километров. Вот эта батарейка, ей то горячо, то холодно, то ее надо остудить, то ее надо охладить, то непонятно где. Ну, да, она просчитает тебе, сколько там до следующей заправки, типа, ну, потом стоять на этой заправке, как баклан, ждать, пока она зарядится. Машина за сигами ездит максимум. Я был... Мне не нравится. Тураская машина. На такого именно любить. Это вот для людей, знаешь, которые... Вот это вот, ты у него ничего не спрашивал, он у тебя такой спрашивает, а у тебя какой телефон, ты ему говоришь, айфон. И он начинает, вот это, ты у него ничего не спросил, ответ, а у меня андроид 38 тысяч мегапикселей, с 2098. И вообще на нем можно в космос летать. Вот это вот эти люди покупают вот эти машины, я считаю. Это я буду. Какие плюсы? Зато не надо менять масло, надо менять колодки за счет вот этой рекуперации, тут тормоза живут вечно. Ну, суппорта надо перепроверять периодически, все. Но могут отрыгнуть, ну, типа, плюс в том, что тут ПО постоянно обновляется, они постоянно все фиксят, все какие-то, все баги, все они фиксят, 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 и все в целом машина там через 5 лет будет вообще там досконально идеальной, не считая того, что она электрическая. Ну, вот эти моторчики, они же на каждое колесо, грубо говоря, там же есть задний привод, есть полный привод, вот эти моторчики имеют свойство отрыгивать. И такой моторчик починить стоит или заменить что-то там, по-моему, двушку баксов. И они отрыгивают, типа, это факт. Что еще, если у вас умрет батарея, поменять батарею стоит, как полмашины, если эта машина стоит 40 лет, то поменять батарею будет стоить 20-ку. А на 40 стоит? Ну, вот эта стартует от 43-ку. А БУ интересно? БУ-шные говорят, что нет смысла покупать, они, типа, в цене одни и те же. Она не теряет в цене, и я не понимаю, кто берет БУ-шные машины. Ну, это так по рынку, типа, по нашему рынку пока. То есть, смысл-то. Ну, берут, потому что спешат, потому что новую Теслу очень долго ждать. Сейчас они там уже как-то больше у них офисов и так далее, но все равно ее какое-то время придется ждать. И это не один месяц. Вот. Поэтому, может, берут БУ-шные. Проверяют ее там, ну, и чтобы еще проверить надо, чтобы там в сутки эту батарею как-то она должна прожить. Цикл как-то ее там проверяют. Вот. Сам-то, типа, не можешь только там проверить эту машину. Ну, давай автопилот включим. Ага. Для этого надо выучить язык. Я вот не могу понять. Ну, когда человек прям хочет сэкономить, там есть вот какой-то Nissan Leaf. Это тоже электричка. Она очень блюдочная, она очень мерзкая там и уродливая. Ну, она экономная, ты едешь там. И опять же, в странах СНГ, да, дешево ездить на электричестве. В каких-то странах дешевле ездить на бензине, чем на электричестве. Ну, когда ты берешь там Теслу какую-то там за 70 тысяч евро, если ты берешь ее для экономии, ну, это ненормально. Ну, ты же экономишь на себе, я не знаю, как на своих эмоциях там, типа. Да, ну, почему на своих эмоциях? Кому-то это доставляет. Вот у нас с тобой сегодня суперкатегорически разное мнение. Мне это прям доставляет эмоции, пипец. Я экономлю, я не трачу на расходники, я не трачу на бензин. Я езжу там на розетке этой, ну. Ну, живей на палатке, это тоже экономит там на жилье деньги. Не, есть фанаты, я не спорю, ну, которые прям вот клад... Ну, опять же, те, которые топят за экологический прогресс. Как электростанции, сколько выбросов они вывозят, понимаешь? Не меньше, чем бензиновая машина, поэтому что-то там включать в Реду Тунберг не получится. Чем тебе понравился этот руль, я не понимаю, какой-то вот он суперпростой какой-то. Вот тот, кстати, еще такой, как на бледе. Я говорю не внешне, тут здесь очень приятная кожа. Руль мне не нравится, мне не нравится салон, типа, мне не нравится. Но вот тут ты сидишь, кожа, типа, очень приятная, на руле очень приятная кожа. Приятный материал, безумно. Ну, как-то так все... Некрасиво, да. Но эта машина спасла компанию. Ты знаешь, что, типа, когда он же все это проектировал, создавал, это же первая машина, которую выпустили, Мудл 3. Это потом уже пошли вот эти чайки. Дело, кстати, в Тесле то, что мне нравится, это вот эта чайка, которая вот так в двери открывается. Это единственное, что мне нравится в Тесле. Очень необычно, как в Мерседес первый раз сделала. Спасла компанию. Никто не думал, что она стрельнет, потому что вид очень простой. Но она реально выглядит, как какой-то, как Хунда Аккорд, мы ничем не уделяются. Но только то, что она едет, она там приезжает из трех секунд, это, конечно, классно. И компания оставалась 10 месяцев, Ивана, ну, самой Тесле. Компания оставалась 10 месяцев, сколько он мог платить зарплату. Он сам выкупал свои же акции, чтобы компанию как-то продержать на плаву. И когда уже выпустили эту машину, никто не ожидал, что она так будет продаваться. Ну, она, вот, видишь, вытащила компанию из жопы. Я бы не взял. А мне возьмешь? Да. А, смотрите, вот так на кнопочку нажал. О, дверка открылась, господа! Разуешь, что это? А, пасовать уже? Ну так. Да нет, смотри, цум фахарен ин де одер... О, д... Блин, как охеренно! Ой, простите, я не матюкаюсь. Вау! И вот, знаешь... Знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот ты садишься, вот, например, я садилась за BMW, да? За Mercedes, за Ford на механике. Ну, конечно, на механике мне страшнее всего ездить. Было прям вот какое-то время было... Стоять! Какое-то время прям было некомфортно. Ты такой едешь, у тебя коленки... Вы что, поворачиваете, молодой человек? Ты такой едешь, у тебя коленки трусятся. Ну, у меня лично так. Ты сказал, что нет. А тут садишься и пиздец. Ну, вот, все, я вот... Родилась, можно, да, вот эту фразу? Я родилась в этой машине. Вау! Офигенно! Мне безумно нравится! Просто безумно... Ну, я, понимаете, еще тот человек, который вот... Какой я человек? Который ведется, ну, вот эти все маркетинговые штуки, там... Вот эти все бонусы. Я там дурею от этого всего. Слушай, но очень хочу сказать, что я замечаю, да, то, что педали газа и тормоза, они очень тяжелые, да, такие, они тяжеловатые на нажатие. Офигенно как! Тяжеловатые, ты понимаешь, что я говорю? А вот они какие-то, вот я первый раз на такие педали нажимаю, даже сцепление легче. Потому что очень быстрая машина, чтобы ты не разложилась. Да, и, ну да, наверное. Короче, даже сцепление легче, я вам серьезно говорю, но супер комфортно, супер. Пожалуйста, вставай, текай. О, очень, на этой машине безумно комфортно ехать, просто безумно. Я вам серьезно, я очень хочу, я очень хочу, я очень хочу за Тесла. Вот, поворачиваешь, а мы тогда поедем, чик-чурик, чик-чурик, куда мы только поедем, Я не могу, у меня сердце просто вот так вот, вот так бьется от счастья, не от страха. Как на трассу мне выехать? На какую? На любую, налево, направо? На лево. У меня прям сердце бьется от счастья. И у меня, знаете, нету, вот, посмотри, красный мне показывает, моя бубочка. Мне даже не надо смотреть на этот светофор. Мне так нравится. Ты меня хоть не толстую там снимаешь? Лашка, блядь. Ну все, мне по-любому надо купить. Это сто процентов. Первая машина, это Тесла. Да? Да. И мне не надо, я не хочу замуж, понял? Все, не надо мне кольцо, мне не надо нифига. Мне нужна Тесла, я очень хочу. Он так на меня смотрит, мужик странный. Этот, я очень хочу. Кольцо Граф или Тесла? Или Тесла. Спроси еще. М2 или Тесла? В натуре? Выходи из машины. Ну, это не значит, это ничего не значит. Но я бы сейчас очень хотела ездить на Тесле, очень. Правда, вот если бы сейчас стоял выбор, типа купить М2 или Теслу, я бы захотела бы Теслу. Вот прям сто процентов. Ну, я бы хотела, чтобы у меня в гараже еще М2 стояло. Я же тебе не лох какой-то, блин. Ну, что, с Теслой решил погоняться? Смотри, тут 50, я не знаю, может тут камера. Это очень плохо, между прочим. Они увидят потом это? Конечно, блядь, за это я и говорю, все в камерах, все в тотальном контроле. Ну, тогда меня наругают, если честно, чуть не... Тормозит хреново, все, мне не нравится оно. Тормозит реально хреново. Ну, я сейчас чуть в этот, в машину не ударилась, что она плохо тормозит? Вот я, если бы не повернула бы, понял, в сторону, мы бы могли удариться. Фигня, BMW так не поступила бы, BMW меня не предала бы. Да, Гусь? Да. Нет, ну согласись, ты понял, что это за ситуация случилась? Ты согласись, что с BMW такого бы не было? Конечно, не было. Нет, ну серьезно. Да. Ну, она не затормозила. Вот это вот. Я, наверное, я не знаю, наверное, Тесла дает нормальные ключи, это просто тестовые. Ну, короче, ну ничего уже не осталось от обычных машин. Ни ключа, ничего, что-то карточка. Ну, что, я в номер какой-то захожу, что это такое? Илон вообще крутой чувак, я им восхищаюсь. Просто, просто ничего здесь вообще не осталось от обычной машины. Ну, выглядит она очень просто. А это самая простая, ну, типа, это и бюджетная версия считается. Просто для тех, кто хочет попробовать для себя Теслу. Мне просто не нравится. Ну, это не значит, что, как по моему мнению, надо прислушиваться. Я не какой-то крутой тип. Я просто поездил, рассказал, что мне нравится, а что мне не нравится. Я старовер, я консерватор. Я люблю, чтобы машина пердела, чтобы она ломалась. Чтобы я много денег на СТО завозил, там с мужиками сидел, играл в нарды. А это для вот этих людей на андроиде, которые вот супер прогрессивные люди. Они считают, что у них свое отношение к этому миру. Вот эта мерседесовская тема, я ее тоже терпеть не могу. Вот этот поворотник вместо нормального акселератора, коробки передач. Короче, все вот это супер современное, мне супер не нравится. Я единственное, на чем бы хотел электрическом проехаться, это на Тайкане. Он тоже мне внешне не нравится, но вот из-за узких каких-то фар впереди. Он уже не так борзо смотрится, как Панама. Но там компенсирует это все салоном, типа, крутым. И она, по-моему, даже... Нет, самый... Из всех вот этих, знаю, что лидирует, по-моему, Audi e-tron. В том плане, что он заряжается быстрее всех от вот этого суперчарджера. Куда ехать? Нельзя ни карплея, ничего поставить. Только вот родная вот эта вот по подписке Теса. 9,99 в месяц. Плюс налог, там, Штаты или где-то. Опять же, все фичи, которые ты можешь использовать, только в Америке. Чуть-чуть меньше в Европе. И у нас вообще ничего. Едет и едет. Классная машина. Но с европейским бензином RUB 76. RUB 77 сегодня была. Это очень прикольное решение. Хоть какое-то... Плюс Wi-Fi. Вот этот еще, это вообще, блядь, машину надо подключать к Wi-Fi постоянно. Сертификаты вот эти. Машина, каждая под сертификатом. С сертификатом можно следить. В случае ДТП, в случае, если машина сгорела. И в случае, если ты долго не обновлялся, короче. Обновиться заново стоит, по-моему, что-то там... Ну, я не буду врать, может, я ошибаюсь. По-моему, двушку баксов стоит обновиться заново, получить этот сертификат. Какой еще минус? В Америке... Не Америке... В странах, где... Где Тесла добазарилась с операторами по поводу E-SIM, Ты, как бы, можешь нормально ее юзать. Все остальные страны ты должен раздавать интернет. И вот был такой момент, ты подключаешь ее к своему, там, телефону, к Wi-Fi. И начинаешь ехать, и он отрыгивает. Вот это пофиксили. Раньше и такая фигня была, что... Ну, то есть, она у тебя отключилась от Wi-Fi. Нету навигатора, нету того-сего. Но зато в странах, где все есть, где есть E-SIM и навигация. Если ты попал, допустим, в ДТП по вине навигации, Ты это доказал, что ты поехал куда-то не туда, Тебе надо было ехать вообще туда, И это по ошибке Тесла, То ты можешь засудиться с Теслой, И она там выплатит тебе, например, То, что ты там в ДТП натворил. Но опять же, на все это есть страховая во всех странах. Страховой не избежать. Как бы я ни пытался сделать это в Германии, Машину снимают с учетом. Сразу ты... Офигенно, просто, офигенно, просто. Тормоза слабые. Слабые. Факты. Ну, кстати, не знаю, у меня, наверное, там камера как раз отключилась, Когда тебя понесло. Да? Ну, может, нет, надо проверить. Ну, короче, Ангелину занесло. Мне уже не так сильно нравится Тальма, как в самом начале. Очень-очень, просто вообще ничего. Я люблю минимализм. Я люблю классику. Ну, настолько. Ну, это вообще, это как будто вот зашел в квартиру от застройщика, И там, ну, это, стены, знаешь, вот это. Когда они унитаз поставили, тебе стены белые покрасили, И вот тебе квартира от застройщика. Вот это, примерно, то же самое. Только тебе тут телевизор еще подарок дали. У меня какие-то такие ощущения. Я бы на месте Тесла сменил дизайнера. Кешу взял бы с BMW и переманил. Вот такие штачки. Кстати, да. Да. Ну, они же уже где-то придумали этот концепт. Они его придерживаются. Если людям нравится, значит, не все так плохо, как мне кажется. Люди покупают, компания держится. И не на плаву, а компания прям хрустит. Класс. Вообще, заказывайте машины из Европы. Ссылка в описании. Вот это говно тоже можно прийти. Иначе потолок не будет попадать. Вообще, будете ездить в шоколаде. Всем рассказывать, как вы не меняете масло, не заправляетесь. Сколько людей есть, столько мнений. Я же не говорю, что все, эта машина кончена, ее не надо брать. Это очень крутой скачок. Типа этой машины, которые едут 3 секунды до сотни. Это очень крутой результат. Это все очень круто. Я же не спорю. Просто нет души в этой машине. На этом мы заканчиваем наш обзор. Вау! Ебать, там что за салон? Надо сейчас туда... Ярослав! Всем, кому понравилось, то оставьте любое действие на канале. Всем, кто хочет пригнать машину из Европы, ссылка в описании, номер в описании. Звоните, пишите. В любое время пригоним, кем все подберем. Так, ребят, мне правда искренне интересно ваше мнение по поводу Теслы. Если кто-то ездил, знает, что это такое, или кто не ездил, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я просто влюбилась в эту машину. Наверное, первый раз так именно у нас с Ярославом категорически разошлись мнения. Что вы думаете о Тесле и вообще как вам?